Никак не нужно расстаться. Не надо мне лизать. Это что такое? Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Аня и в этом видео у нас Сибирское здоровье. Сейчас были кадры, может быть, для кого-то неприятные, но я показываю, кто у меня всегда храпит за кадром. Бывает, хрюкает за кадром. Многие, возможно, не знают, но это у меня баксик. И в этом видео я хочу вам показать свою посылочку. По составке уже догадались. Из Сибирского здоровья. Сабириан Веллнс мне не нравится, поэтому я не хочу так называть, но буду называть Сибирское здоровье. Немножечко расскажу предысторию. Я как-то летом, в конце июня, снимала видео про Сибирское здоровье и оно у меня было слегка негативное. Я хочу немножечко объяснить, что как это вообще произошло. Я тогда работала в другой сетевой компании и, соответственно, активно рекламировала ее ВКонтакте. И ВКонтакте мне начало приходить огромное количество сообщений от Сибирского здоровья. Ну, как огромное количество? В день 2-3 человека мне писали. На протяжении, наверное, дней 10. Я устала им уже отвечать. И потом думаю, дай-ка я посмотрю вообще. Потому что они были такие сообщения «Привет, как дела?» И я так, ну, нормально. А ты бы не хотел вот в мой чат, там, в клиентский чат выйти, последить за мной, там, ну, вот эти вот такие. Вот. А чем ты занимаешься в интернете? Когда я скидывала ссылку на компанию Тианде, точнее, на видео в Ютубе, типа, ну вот, я снимаю видео на Ютубе. Они мне сразу «Ты что нам спам-то кинешь?» И они такие агрессивные. Некоторые люди становились из-за того, что им ссылку скидывала. И меня вот это вот немножко поддопекало. И я решила проверить их составы. Я зашла, смотрю. Первый попался мне кальций. Я, кстати, сейчас не нашла этого кальция. Там был карбонат кальций. Это самая дешевая, устаревшая уже формула, которая практически не усваивается организму. И я думаю, ну вот, пожалуйста, ну, как бы кальций ни о чем. И когда зашла, посмотрела другие составы, я увидела там следы сои. Я думаю, блин, соя, она, ну, действительно, не очень хорошо влияет на наш организм, выводит йод, которого и так недостаточно в организме. Вот. И, естественно, я решила записать видео, рассказать обо всем об этом, то, что там соя в составах, в БАДах. И из тех комментирующих людей сибирского здоровья никто мне на эту тему даже не написал ничего. Вот. Но здесь я посмотрела, сибирское здоровье сейчас очень сильно развивается. Сейчас, мне кажется, каждый второй уже либо зарегистрировал в сибирском здоровье, либо у кого-то заказывает. То есть, очень сильно разрастается сибирское здоровье. И я не знаю, к лучшему это или как, но для всех по-разному. Вот. Цены я посмотрела, в принципе, там довольно-таки, я бы не сказала, что дорогие, но дорогие, наверное, на декоративную косметику, на уходовую, ну, 400 рублей, наверное, самый дешевый крем. И 4,5 самый дорогой крем. И между ними есть еще крема, то есть за тысячу, за тысячу, за полторы тысячи. В принципе, я считаю, что для хорошего крема это недорого. И я, наверное, хочу попросить прощения у тех людей, кого я обидела в свое время, и у компании за то, что я ее оболгала, что у них плохие БАДы. Почему? Потому что я решила загуглить. Думаю, потому что я посмотрела многие видео сибирского здоровья, и там выступают нутрициологи, люди, которые разбираются в БАДахе, и я думаю, как, думаю, вы продаете ради прибыли, но не рассказывайте людям, что там в составах. И я решила все-таки загуглить, думаю, что, ну, вот обозначают вот эти следы кунжута, там, сой, и так далее. И когда я загуглила, я была, конечно, в шоке. Оказывается, это когда производится продукт, а до этого на нем, к примеру, да, как правильно назвать-то, проходил какой-то другой продукт. Естественно, это все моется, потом идет, например, БАД, витамина Д, и, соответственно, честный производитель, должен обязательно указать на этикетке, что до этого производилось. То есть, могут следы оказаться, это для аллергиков, чтобы аллергики были осторожны, потому что могут быть следы, но их может и не быть. То есть, вы можете тоже прочитать это все на Яндексе. Я здесь, конечно же, оставлю приписочку, для того, чтобы вы понимали, потому что, ну, я так понимаю, что я объяснила не очень хорошо. Вот. Поэтому, мои сомнения развеялись, и мне девочка предложила прислать посылку на обзор, для того, чтобы я познакомилась с сибирским здоровьем, попробовала эту косметику, и сделала свой вывод. Но, честно признаться, она мне прислала эту посылку, и я, посмотрев многих блогеров, нутрициологов, различных видео, вы знаете, как я люблю программу очищения, я ее в каждой компании, наверное, пробую, и решила сама зарегистрироваться, и заказать себе небольшой заказ. Сразу же хочу у всех предупредить, работать я не планирую в сибирском здоровье. Личный кабинет у меня есть для того, чтобы я заказывала для себя. Если регистрироваться, чтобы зарабатывать на этом, то есть, бизнес строить, то оставляю ссылку на Нелли, которая очень хорошо разбирается, как раз таки, в бизнесе, ведет людей по бизнесу, и у них есть определенные чаты, там проводятся различные розыгрыши, конкурсы, то есть, там очень много всего. Она вас везде добавит, все объяснит, ну и так далее. Ну и давайте начнем с посылочки, а то я 6 минут болтаю. Так, первая посылка, которую мне прислала Нелли. Я, как я обещала, всегда буду говорить честно и по существу. Никаких поблажек никому никогда нету. Вот, начнем. Первое, это у нас корень. Она бальзам широкого спектра действия. Она мне прислала список, как им пользоваться. Очень сильно пахнет пихтой. Если кто-то не любит вот эти вот еловые ароматы, это просто вырви глаз аромат. Насколько я знаю, вроде бы батку крутят и в уши вставляют, и в нос вставляют, кто-то даже, по-моему, капает. Могу ошибаться, но лучше не капать. Вот. И волосы мажут, и что они только не делают. Я только попробовала растереть спину мужу, потому что у него болело. Ну, легкий был холодок, и очень сильный был аромат. По действию мы пока, если честно, не поняли. Вот, теперь нужно будет попробовать на уставших ногах, либо по прямому его назначению. Но, если честно, я не верю вот в такие вот, как правильно сказать, вещи, которые, один пузыречек работает с 33 болезнями, да, или со 100 болезнями. Все и для всего. Возможно, он для чего-то хорошо помогает, его рекомендуют для определенных, да, там, растирок, еще чего-то, потому что здесь пихта есть, ну, здесь масло пихты, камфоры, комплекс растительных экстрактов, ну, как раз-таки, вот оно все и есть. Буду дальше пробовать, знакомиться с этим продуктом, и уже в дальнейших видео обязательно вам расскажу. Я прислала на мне зубную пасту, здесь 100 мл укреплений эмали, написано морской кальций, 98% пасты натурально. Если честно, я не помню, сколько она по цене стоит, поэтому, ну, в районе 300 рублей, так это точно она стоит. Вот так вот она выглядит, то есть, ну, довольно-таки такая обычная зубная паста, упаковка такая, очень мягкая, то есть, у вас там не останется точно ни единой капельки, удастся все выжать. Вот такая вот пеночка, пеночка я уже один раз умылась, и вставлю здесь небольшое видео. Пенка довольно-таки хорошего качества, цена у нее всего лишь 400 рублей, со скидкой получается гораздо дешевле, и, в принципе, за такую цену пенка классная, действительно хорошо очищает кожу лица, не захотелось мне дополнительно еще что-то использовать для очищения. Пена такая сама по себе плотна, она не растворяется и очищает, уносит с собой лица и загрязнения. Просто есть дешевые пенки, которые как раз-таки стоят в районе 300 рублей, 350 рублей, вот, например, 1-8 у меня были, но они какие-то пустые, то есть я их нанесла, помылила, лицо смыла, ну и прям чувствуется, что оно недоочищено, просто когда пена побыла на лице и все. Здесь довольно-таки неплохая пена, поэтому могу посоветовать. Был вот такой батончик, мы его с мужем вместе съели. Если честно, я откусила, мне не понравилось, но каким-то образом я его половину съела, даже сама не поняла, сижу емя, говорю, мне вроде не очень нравится, это было очень смешно, это надо было наблюдать и видеть. Муж откусил, ему очень понравилось, он такой прям дегустатор, он это хорошо все тщательно разжевал, он говорит, там, наверное, состав супернатуральный, я говорю, почему ты так решил? Он говорит, не знаю, и он сам посмотрел состав, говорит, состав в принципе неплохой, хороший, он думал, что там бычья кровь, вот как гематогенты делают из бычьей крови, но мы здесь по-моему не нашли такого, вот, но состав действительно довольно-таки неплохой, и он тоже обратил внимание, кстати, на следы, я говорю, смысл, он говорит, ты посмотри, там какие-то следы, кунжута, сельдерея, вот как раз-таки арахиса, риса, вот, и он говорит, ну ты посмотри, это что такое за следы, я ему объяснила, что такое следы, и то, что этих следов возможно здесь и не будет, то есть все вымыто, но честный производитель должен указать, меня это очень порадовало, что оказалось, сибирское здоровье, и я, если честно, про него думала не очень хорошо, оказалось, что оно еще довольно-таки честно, еще и все указывает как положено, начали с едой, давайте перейдем к вот таким вот мармеладкам, это у нас с биотином для красивых волос, если честно, ну если сравнивать с магазинами мармеладки, то возможно кому-то магазинные мармеладки покажутся нам вкуснее, почему, потому что там есть сахар, здесь сахара вообще нету, и это получается как вот сухое манго, наверное, многие покупали и ели, но сухое манго, оно прям такое, суховатое само по себе, и на вкус немножко не такое, а здесь вот они какие-то мягенькие, такие вкусные, приятные во рту, но единственное, что нет сахара, и как раз-таки такой мармелад подойдет тем людям, кому нельзя сахар, вот, и муж у меня очень заценил вот эти мармеладки, сказал, он вообще сахар нигде не ест, я немножко сладкоежка, поэтому для меня, наверное, магазинные мармеладки, обсыпанные сахаром, показались бы вкуснее, но это не полезно, полезно как раз-таки вот такие, ну вот они вот как из сухофруктов, но, кстати, персик и манго очень четко ощущаются во рту, вот, поэтому, если любите вкусняшки, и не любите сахар, то я бы вам могла посоветовать вот такие вот мармеладки, они довольно-таки недорого стоят, здесь еще есть биотин, который для волос, они находятся, мы, кстати, я, если честно, эту коробку прятала, потому что у меня уже некоторые продукты пытались в школу унести, ну вот так вот выглядит, какие-то попадаются сердечками, или они так измялись у меня, что сердечки получились, не знаю, пока только кружочки нахожу, вот так вот они выглядят, обычные такие мармеладки, съем, пожалуй, и остается какое-то послевкусие вот у этих мармеладок, горчинку, что ли, оно отдает, я вот, если честно, не поняла, но на самом деле они довольно-таки такие вкусные, и давайте перейдем еще, у меня есть вот такой вот каталог, это зимний, в компании Сибирское здоровье, я не знаю, есть ли там вообще каталоги, но вот это новогодний каталог, и здесь можно посмотреть некоторую продукцию, но она не вся здесь представлена, не вся здесь представлена, представлены только некоторые компоненты, и я, кстати, посмотрев большое количество видео, очень заинтересовалась вообще сибирским здоровьем, поэтому для себя, возможно, иногда я заказывать буду, может быть раз в месяц, может быть реже, пока еще не решила, вот такие вот шарики, это Витамама, хрустящие шарики какао с маслом, это, знаете, похоже на сухой завтрак детский, вот, единственное, что он без сахара, тоже там просто вот такой вот шаричек, очень сильно пахнет какао, и там, когда его раскусываешь, ваш такой вкус присутствует, знаете, вот в детстве, несколько его сейчас нету у нас в России, но я помню, мы его ложками ели, я думаю, многие дети как раз-таки ложками ели какао, может, конечно, современные дети сейчас удивятся, скажут, но это было очень вкусно, я думаю, что многие меня поймут, и это было без сахара, здесь вот то же самое, то есть, ну вот, честно, вот какого-то, может быть, конечно, это намного полезнее, чем конфеты детям покупать, да, и давать вот такие шарики, но как, что-то около 300 рублей, по-моему, это, или я могу ошибаться, не буду врать, я не помню, сколько стоит, я вот здесь где-нибудь приписочку сделаю, вот, то есть, ну, нужно съедать по одной горсти, как детям определить, точнее, объяснить это, им еще хочется, и конфет они тоже хотят, и фито-чай из диких трав, женская гармония, я люблю успокаивающие чаины, или об этом, откуда-то узнала, наверное, из видео, вот, я на мне сказала, что будь аккуратна, днем не пей, потому что уснешь, просто после этого чая, сон клонит ужасно, я его еще не открывала, обязательно попробую, и вам дам свой отзыв, когда буду тестировать эту продукцию, у меня последнее время, как-то много всего надо тестировать, и если честно, уже не успеваешь, и вот такой вот скраб, девочки, этот скраб просто восхитительный, здесь 300 грамм, цена, кстати, ну, со скидкой получается тоже недорого, тем более за такой состав и качество, потому что это настолько вкусный скраб, это клюква, вот клюква с сахаром, когда перемалывают, это клюква, и здесь получается вот крупная соль, вообще прям очень вкусно пахнет, я с огромным удовольствием воспользуюсь им в бане, в душе, в ванной, я не люблю такие вещи использовать, я люблю в бане, и в варилочку зайду, постою, у меня эта соль на мне растает, и уже прям так приятненько, коробочка закончилась, и последний это магний, я магний пью на постоянной основе, это один из многих бадов, который рекомендуется пить на постоянной основе, когда я стала пить БАД, магний, у меня перестала болеть голова, у меня до этого, раньше я испытывала часто головные боли, особенно, знаете, перепады погоды, дождик начинается, голову просто рвет, даже ночью бывало, просыпалась от головной боли, вот, и где-то было написано, и я прочитала, что голова может сильно болеть, как раз таки, когда нет магния в организме, когда магний покидают, ну, точнее, магния у нас и так нет в организме, у нас организм не вырабатывает магний, и, соответственно, мы его должны съедать в течение дня 400 мг, он находится в зелени, в гречке, в орехах миндальных, но нужно их обязательно вымачивать, если вы их не вымачиваете, то толку от этого нет, то, что вы съели орехов, ничего у вас не усвоится, там есть какой-то фермент, который просто не дает усваиваться вот этим активным компонентам, вот, и получается так, что я прочитала, думаю, нужно попробовать, потому что магний я не пила, я начала пить магний, и у меня перестали быть головные боли, просто они куда-то ушли, погода меняется, не меняется, у меня настроение прекрасное, я стала больше радоваться, улыбаться, у меня появилось настроение, то есть, и перед женскими днями я не такая депрессивная, как обычно, и мне это очень нравится, тем более здесь магний, магний цитрат тоже здесь, мне, я очень люблю хилатную форму, и, кстати, как раз-таки я подглядела, в сибирском здоровье выходит хилатная формула, там без глицинат, по-моему, магния, глицинат, глицинат магния, таурат магния, вот все те, глицинат магния, которые мне очень нравятся, и которые, это уже более современная формула, и вот как раз-таки, глицинат магния, он намного лучше усваивается в организме, чем другие магния, ну и цитрат магния, он тоже хорошо усваивается, но он подходит не всем, потому что, если вдруг у вас есть диарея, лучше, конечно, поискать какой-то более лучший магний, потому что он как раз-таки действует на ослабление, ну или у вас, если часто бывают запоры, то тоже, в принципе, именно магний цитрат вам лучше всего подойдет, и давайте откроем вторую коробку, которую заказала я уже сама лично, коробка сама по себе небольшая, но сумма заказа довольно-таки приличная, я вам скажу, на... кстати, мне еще очень понравилось, что сибирское здоровье приходит в пятерочку, доставка у меня была бесплатная, там, по-моему, 4 тысяч рублей доставка бесплатна, а так платно, но, наверное, смотря какой доставкой, наверное, если у вас доставка будет в пункт выдачи, может быть, будет либо дешевле, либо будет изначально 0 рублей, и давайте, что я вам покажу, и немножко расскажу, я, кстати, заказала истоки чистоты, две штуки, одна мужу, вторая мне, а что такое истоки чистоты? Это идет, как в компании Сибирское здоровье называется в основном детокс, то есть это просто легкое такое очищение, можно сказать, организма, вот, но я хочу почиститься конкретно, сейчас покажу вам, чем, это вот такой вот тригель, здесь находятся бады, тоже 1, 2, 3, здесь, в принципе, все расписано, можно почитать, он хорошо угонит у вас паразитов, которые есть, а также убивает личинки, я посмотрела тут такое видео, девочки, люди делились своими отзывами, причем с фотографиями, кого они там увидели в унитазе, мне сразу же захотелось, думаю, надо, несмотря на то, что я проходила детокс очищение, но я решила еще пройти вот такую вот программу, причем не одна, а вместе с мужем будем проходить, очищать, я уже не первый раз, ну, конкретно от сибирского здоровья, я не проходила программу очищения, от других компаний проходила очищение, и результат был классный, то есть, именно травами, травушками, муравушками, и вот этими сборами, можно, я знаю, я верю, что действительно можно, и чувствуется пустой кишечник, и вкус меняется, и обоняние меняется, и уходят те проблемы, которые были, да, вот у меня был раньше постоянная проблема с носом, то есть, у меня постоянно то сопли, то гайморит, то еще что-то, и я с этим просто постоянно мучилась, и как только прошла программу очищения, именно с травами, у меня это прекратилось, до этого я проходила, таблетки покупала в аптеке, но не советую, лучше тогда вообще никак не травиться, потому что убивайте не только их, но и много чего в организме, вот, про тригельм в интернете, вы можете найти огромное количество видео, там люди просто выкладывают свои отзывы, подробные, с фотографиями, но мало кто говорит о противопоказаниях, и я этому очень удивилась, расскажу небольшое противопоказание, если у вас есть проблемы с желчным пузырем, то есть, и у вас камни, то вам такой тригельм, ни в коем случае нельзя, если у вас удален желчный, то в принципе, можно его использовать три раза в год, ну тогда можно его использовать три раза в год, если я не ошибаюсь, или если у вас есть застой желчи, то лучше, конечно, подготовить организм, в любом случае, лучше подготовить организм для вот этого препарата, почему, потому что он более такой серьезный, и как раз таки подготовкой являются, вот такие вот истоки чистоты, я сначала и муж будем пропивать истоки чистоты, и после того, как пропьем истоки чистоты, будем пить тригельм, когда будем пить тригельм, обязательно добавлю к нему чай для печени, потому что печень нужно поддерживать в этот период, я чай для печени не стала заказывать, потому что чай для печени у меня есть, не у тибирского здоровья, а у другой компании, но тем не менее, думаю, разницы особой не будет, и здесь у нас фито-чай из диких трав, очищение и дренаж, я буду его пропивать вместе, как раз таки, с истоками чистоты, в общем, истоки чистоты и тригель, и каждого у меня по две упаковки, просто мне здесь смысла нет показывать, вот они еще лежат дополнительно, так, и давайте я, наверное, открою тригель, он так легко открывается, и покажу, что здесь вообще есть, здесь есть инструкция, то есть, вот она, ее нужно будет хорошенько изучить перед употреблением, и здесь у нас находится, вот такие вот таблетки, которые мы принимаем в течение определенного времени, и зеленые, это вторая, написано, два санкция, ну, в общем, первый, второй и третий, здесь у нас, сам тригель находится, что ли, получается, ну, у меня, в общем, закрыто, я пока открывать не буду, я знаю, что там какая-то жидкость, и нужно будет ее есть, вот насчет этого, я, кстати, очень сильно сомневаюсь, смогу ли я, ну, думаю, что смогу, вот, ну, и ждите обязательно отзыв, конечно, без фотографий, я очень не хочу, если честно, с кем-то познакомиться, в унитазе, вот, пускай лучше, без знакомства все уходит, на этом мое видео подошло к концу, если вам было интересно, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok